В 335-й день войны стали известны новые жуткие подробности о том, как держали израильских заложников в секторе Газа, вот этих шестерых и как их казнили, о чьей гибели стало известно совершенно недавно. Израильская армия ликвидировала одного из командиров террористов, который стал таким своего рода символом резни 7 октября. Он был одним из организаторов и руководителей тех событий, которые случились 7 октября на Израильском юге и он был вот на том знаменитом видео, страшном видео, которое демонстрировали на закрытых показах. Он ликвидирован. Кроме этого, стало известно о том, что Белый дом рассматривал возможность односторонней сделки с Хамасом. То есть Соединенные Штаты Хамас об освобождении заложников с американским гражданством, но это не состоялось. И по поводу Севера, Хизбалла начала запускать по израильскому Северу 100 ракет в день ежедневно, минимум. При таких темпах террористам хватит на несколько лет. Об этих новостях и не только я вам сейчас расскажу в очередной сводке. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои видео. Это несложно. Лайкайте, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Оставляйте комментарии, включайте уведомления. Помощь финансовая тоже очень приветствуется. Донаты. Все как обычно. Кнопка супер спасибо. Две платформы Boosty и Patreon. Ссылки на них находятся в описании. И можно стать спонсором канала на YouTube. Все это очень важно, нужно, полезно, строго добровольно. И огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, израильская армия обнародовала детали того, как держали израильских заложников и как они погибли вообще. Они были казнены, я напомню, террористами. В одном из туннелей вход в туннель находился в детской комнате. Там есть, собственно, видео. Сейчас вы его увидите. Белоснежка там, Микки Маус, детская спальня. И вот там находился вход в туннель, в тот бункер, где держали шестерых заложников. Это совершенно неудивительная история. Хамас все время так делает. Я об этом, кстати, скажу чуть позже. Появились документы определенные. Протоколы заседания руководства Хамаса и исламского джихада. И вы поймете, о чем я говорю. Но, в общем, держали их под детской комнатой, под детской спальней буквально. В тот день, не в тот день, точнее, это произошло не в тот день, когда их казнили, а несколько раньше. Военные вошли в тот район, но разведка не знала о том, что там находятся заложники. Это такой важный момент. Несколько раз, когда получали разведданные о том, что в определенном районе сектора газа, в определенном городе находятся заложники, армия избегала входить туда, чтобы не спровоцировать террористов на убийство заложников. По всей видимости, так утверждают в Хамасе, так отчасти подтверждают это и данные военной разведки. Охранники, которые охраняли заложников, действовали по собственной инициативе. С одной стороны, с другой стороны, вроде как, есть инструкция от руководства Хамаса в случае угрозы освобождения заложников военными, силовым путем их все-таки убивать. Так вот, военные оказались в этом районе, начали приближаться к тому месту, где находились заложники, их охрана. Охранники их хладнокровно убили, просто расстреляли с близкого расстояния, после чего скрылись. И чуть позже военные обнаружили вход в туннель в детской спальне. Это была 162-я дивизия, которая как раз действует в районе Рафеха. Они обследовали этот туннель, он был весь набит ловушками, напичком, там различного рода взрывными устройствами, растяжками и так далее. Но все их постепенно обезвредили. Когда военные опустили туда специальные средства, ну это дроны такие своего рода для обследования туннелей, то через какое-то время, исследуя протяженность этого туннеля, они обнаружили тела заложников. Быстро поняли, что это израильтяне, что они, к сожалению, мертвы. После чего начался вот этот процесс прокладывания туда пути и извлечения тел. Они были извлечены и, собственно, выяснилось, что они были казнены буквально за сутки-двое до того момента, как военные обнаружили вход в этот туннель. Так вот, то, о чем я упоминал в начале. Авихай Эдри, есть у нас такой полковник израильской армии, он говорит на арабском свободно. Он руководитель пресс-службы армии обороны Израиля на арабском языке. Он опубликовал протоколы совещания Хамаса и исламского джихада. Оно было в августе 22-го года, то есть год с небольшим до начала вторжения, где вот, собственно, обсуждались планы будущей войны, планы вторжения. И там Акрам Аль-Джури, это член политбюро исламского джихада, когда-то между исламским джихадом и Хамасом были серьезные противоречия, потому что исламский джихад это прямые прокси Ирана. Прямых прокси Ирана в Газе не любили, из-за того, что Иран это шииты, сунниты. Кроме этого Иран поддерживал Асада, Асад убивал палестинцев. Короче говоря, там сложное такое противоречие, но на фоне ненависти к Израилю они, в общем, довольно успешно объединились. Так вот, Акрам Аль-Джури, член политбюро исламского джихада, в ответ на обвинение Хамаса в том, что из-за неудачных пусков ракет постоянно гибнут мирные жители, а у исламского джихада с ракетами хуже обстоят дела, чем у Хамаса, имеется в виду их ракеты менее качественные. Вспомните историю с больницей Аль-Ахла, на которую упала-то как раз ракета исламского джихада. Так вот, он сказал, даже если погибнут тысячи, такова цена войны. Типа, ничего страшного, погибнут мирные жители, нормально. Так вот, кроме этого, исламский джихад и Хамас, как вот следует из этих протоколов, о чем, собственно, пишет Авихай Эдри, наш глава арабской пресс-службы в армии обороны Израиля, они осознавали опасность, которую представляют ракеты для жителей Газы, они осознавали опасность ответных ударов, потому что в Газе нет укрытий, нет бомбоубежищ, а их военные объекты находятся среди гражданского населения, в жилых кварталах. Вот, пожалуйста, да, как заложников держали, вход был через детскую комнату и все такое прочее, но они это назвали налогом на войну. То есть, своих мирных жителей они рассматривают как кормовую базу, как стадо буквально, да, и готовы им пожертвовать для того, чтобы воевать с Израилем. Налог на войну, это у них называется. К вопросу о том, всякие идиоты пишут, в том числе и в комментах у меня под моими видео, о том, что вот там Израиль убивает, Хамас молодцы и так далее, и все это воины Аллаха и так далее. Они не молодцы, не воины Аллаха, они кровожадные твари, которые своих же собственных гражданских подставляют под удар. Израиль воюет в ответ на нападение, которое совершили на него, давайте напомним на всякий случай, скоро год уже, да, 335 день, 335 дней назад Хамас напал на Израиль, Израиль защищается. Хамас подставляет своих гражданских под ответные удары, для того, чтобы было больше жертв, чтобы было больше поводов обвинить Израиль. Вот, собственно, и все уравнение. Ну и потихонечку Израиль все-таки пытается закрывать, так сказать, векселя, оставшиеся с 7 октября. И вот, в частности, был ликвидирован Ахмед Вадия. Он был командиром роты Нуба, вот в этом спецназе Хамаса, был членом подразделения парапланов, и он отвечал за атаку на кибуц на Тиф-Хаасара. Это туда они проникли на парапланах, в том числе. Сначала на парапланах, потом по земле туда доехали, там была тоже резня, один из таких очень пострадавших кибуцев. И вот на тех видео, вот на этих закрытых видео, которые демонстрировались на разного рода закрытых просмотрах, есть видео нападения на один дом, где мужчина с двумя сыновьями пытается скрыться, бросают гранату в убежище, куда они забежали. И мужчина погибает, дети ранены, у одного из них выбит глаз был в результате взрыва. Они их загоняют в дом, они сидят, и вот один из террористов у них на глазах берет там Кока-Колу из холодильника и начинает ее пить. Там сидят дети окровавленные, у которых только что убили отца, он там попивает себе Кока-Колу. И вот это он и был, вот этот самый Ахмед Вадия. И вот он был ликвидирован в результате удара с воздуха вместе с другими террористами. То есть, он стал таким своего рода символом вот этой резни жуткой. Вот эта вот сцена, я вот этот фрагмент видео я видел, кстати. Я весь этот фильм целиком не смотрел. Не хватило, честно говоря, у меня духу все это смотреть. Ведь, признаюсь честным, там коллеги ходили и до сих пор находятся под сильнейшим впечатлением. Кто-то к психологу после этого пошел, кто-то в запой ушел, и такое было, кстати. Вот я не смог, но вот этот конкретный фрагмент, я их несколько там видел в разбросы. Вот этот конкретный фрагмент я видел, довольно жуткое зрелище. Там семья, папа, мама и четверо детей. Один из них был убит на пляже. Он тоже на Тифа-Асара находился рядом с пляжем, там он был убит. И трое сыновей остались в живых. У одного вот сейчас нет глаза. Все трое страдают от сильнейшего посттравматика, кстати. В том числе и 16-летний, там старший из них, который уцелел. И отец погиб, соответственно. Ну вот армия закрыла счет. И семье, семья это Та-Эс называлась. Вот Гиль Та-Эс, это был папа этих детей, который был убит. Так вот, семье Та-Эс сообщили о том, что вот этот человек, который у них в доме был, который убил и мужа, и отца, и так далее. Вот он ликвидировал. Так что потихонечку счета все-таки закрывают. Но до полного закрытия счетов еще довольно далеко. И поэтому по-прежнему остается очень важным моментом сделка по освобождению заложников. Все уперлось вот в этот коридор Филадельфии и так далее. Израиль из коридора Филадельфии выходить не хочет. Кто-то там часть военных, например, говорит о том, там часть военно-политического руководства, давайте так назовем, говорит, что мы выйдем. Потом обратно зайдем. Нетаньягу говорит, что если мы выйдем, то обратно мы может уже и не зайдем и никогда. Просто нам не дадут это сделать. В общем, там сложная такая коллизия сложилась. Вот на фоне этой коллизии вдруг появилось такое сообщение о том, что семьи заложников с американским гражданством, таковых было много в ГАЗе, они в разговорах с представителями администрации Белого дома требовали заключить одностороннюю сделку. Чтобы Белый дом, ну как бы американская администрация договорилась с Хамасом и заключила свою сделку отдельную только по поводу заложников с американским гражданством. Но изучив, так сказать, вопрос, Белый дом им в этом отказал по такой причине, что, как они объяснили семьям, нам нечего предложить Хамасу. Вот так вот оказывается. Ну кроме давления на Израиль, конечно, это святое дело. Но предложить Хамасу нечего. То есть выкупить заложников за деньги, например, я не знаю, еще что-нибудь такое. Вот эти все вещи то ли не рассматривались, то ли это было невозможно, то ли в американской администрации прекрасно осознавали, какой бы это был де марш, если бы американская, если бы Белый дом договорился с Хамасом напрямую без участия Израиля. При том, что там в тот момент находилось, да, еще, если это было после первой сделки, ноябрьской прошлого года, то есть больше, почти полторы сотни израильтян находились в плену. Ну и вот мы с ними договоримся отдельно освободить американских граждан. Ну это было бы вообще просто из ряда вон. Поэтому, по всей видимости, эта идея была отвергнута. Но американская прокуратура подала обвинительное заключение против шести главарей Хамаса, включая их Юсенвара. Трое из них, против трех из них, точнее, обвинительное заключение подано, что называется, посмертно. Они уже ликвидированы. Хамас по этому поводу страшно возмутился, сказав, что это мы, значит, жертвы агрессии. То есть Хамас это жертва агрессии, поэтому подавать обвинительные заключения нужно против, соответственно, Израиля. Ну, против Израиля подают другие обвинительные заключения в других судах и другие люди. А пока вот, как бы, мельница американского правосудия со скрипом завертелась. Но надо сказать, что это, конечно, жест такой больше символический. Маловероятно, что, я не знаю, американцы там пошлют свою морскую пехоту для того, чтобы захватить Сенвара. Но наличие обвинительного заключения, а впоследствии, возможно, приговора, даже заочного и даже посмертного, позволят американцам вводить санкции против тех, кто сотрудничает с Хамасом, против тех, в частности, кто там помогает Хамасу в плане финансов, в плане идеологическом и так далее. И даже против тех, кто ходит с хамасовскими флагами по Нью-Йорку. Потому что, если таким образом будет приговор, где будет Хамас обвинен в гибели американских граждан и так далее и тому подобное, а основанием для подачи обвинительного заключения стала гибель 42 американских граждан, плюс 10 попали в заложники, это очень серьезная история, то все это позволит американскому правосудию более эффективно работать против, соответственно, тех, кто помогает, сочувствует и финансирует Хамасу, так или иначе. Ну и раз уж заговорили о сделке, да, то сейчас, в данный момент, американская администрация готовит проект, очередной проект, очередной окончательный проект сделки, который должен устроить вот буквально всех из Израиля, Хамас и так далее. И вот там любопытно было сообщение в западной прессе со ссылкой на источник в американской администрации. Так вот, источник в американской администрации сообщает, что если Хамас не примет наше предложение, то мы намерены, вот я вот, когда видел это сообщение, я окончание сообщения не видел в этот момент, да, и до того, как я его вот пролистнул, я успел додумать, что мы намерены там, не знаю, инициировать там какие-нибудь судебные процессы, мы намерены там перекрыть каналы финансирования, мы намерены, не знаю, там отправить морских котиков, найти Синвара и там открутить ему голову, мы намерены, то мы намерены, все, вообще пальцем в небо попал, мы намерены попытаться его улучшить, было написано в этом сообщении. То есть, если террористы не согласятся, то мы улучшим сообщение, а если они снова не согласятся, мы его опять улучшим. Это какой-то бред вообще несусветный совершенно, но тем не менее, вот к вопросу о односторонних сделках и прочих вещах. Поэтому в американской администрации сейчас надеются, что Израиль не отвергнет проект этого сообщения, а если Хамас отвергнет, что совершенно очевидно, что оно так и будет, то его попытаются улучшить. В Израиле, кстати, обвинительные заключения до сих пор не поданы, но принято решение, что никакого отдельного трибунала, который будет рассматривать дела террористов, участвовавших в резне 7 октября, не будет. Все это будет рассматриваться вот в рамках нашей обычной юридической системы. Почему так приняли решение такое, я не знаю. Написано было вот в сообщениях, в частности, в официальных, о том, что юридическая система обладает достаточным набором законов и полномочий для того, чтобы вот эти дела рассматривать, для того, чтобы не создавать какой-то отдельный трибунал. Другое дело, что там тысячи. В атаке на Израиль участвовало 6 тысяч человек, вот судя по последним данным. То есть, ну понятно, что часть из них убита, тогда больше половины, скорее всего, из них будет ликвидировано. Но тем не менее, даже если это будет пять сотен дел, полтысячи, пять сотен. Это вот 500 дел придется рассматривать, при том, что израильские суды и так завалены делами, вот ну просто по самое не хочу буквально. Поэтому это такой довольно спорный момент, на мой взгляд. Но опять же, посмотрим, как это все будет. Пока, во всяком случае, насколько мне известно, ни одного обвинительного заключения против террористов, ну бы не подано. Пока подают обвинительные заключения только против военных, которые их сторожат. Да, вот вся эта история с лагерем с Де Тайман, какие-то резервисты, которые якобы там издевались над террористом. Это пока, их, кстати, отпустили из-под домашнего ареста даже, судя по всему, и пока не очень понятно обстоятельства этого дела. Но очевидно, что затягивание всей этой истории с правосудием над террористами, оно чревато вот такими делами. То есть, адвокаты и те, кто находится на стороне террористов, будут вести такие вот контрмероприятия, да, обвинять охрану там в издевательствах, не знаю, там в том, что кому-то что-то куда-то там засунули и так далее. В нечеловеческих условиях содержания, там бог знает в чем еще и в конце концов это все может породить такое явление, что будут их отпускать в конце концов, да, депортировать в газу или так далее. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Там, кстати, очень много было, не очень много, но было взято в плен определенное количество реально гражданских в секторе газа. Ну, мужчины, взрослые, которые вот подпадали под такую категорию, теоретически могли быть боевиками, очень многих, там десятки уже речь идет об этом, отпустили. То есть, разобрались, проверили, отпустили, обратно в газу, пожалуйста, все, претензий не имеем, спасибо, извините, что задержали и отправили обратно. Ну и по поводу севера, Хизбалла ежедневно начала запускать по израильскому северу примерно 100 ракет. Это имеется ввиду ракеты, минометные снаряды и противотанковые ракеты, то есть реактивные снаряды, противотанковые ракеты и минометные мины. Порядка 100 запусков ежедневно, буквально, так вот как-то буквально спокойно, буднично, рутинно, по 100 залпов в день мы стали от них получать. Мы, конечно, отвечаем. Вот сейчас есть последнее сообщение из того, что я видел. Они уничтожили склад, в котором было 3000 ракет, но я как-то сильно сомневаюсь, что их там было 3000, они не хранят ракеты в таких количествах. У них очень рассредоточены вот эти вот хранилища с боезапасом и боекомплектом, они прекрасно понимают, что как только Израиль обнаруживает какой-то склад, туда сразу прилетает. Но тем не менее, я вот посчитал, если взять оценку экспертного центра Альма, 150 тысяч ракет, у Хизбаллы было, вычесть оттуда, скажем, 10 тысяч ракет они потратили за вот практически год войны, плюс 7 тысяч мы уничтожили в ходе превентивной атаки. И даже вот эти 3000, которые вроде как не подтверждаются, но тем не менее, то есть 20 тысяч вычесть, поделить одно на другое, то при 100 ракетах в день им хватит на 3,5 года, при том, что они продолжают арсеналы пополнять, оружие туда идет. То есть даже вот если не пополнять, 3,5 года, вот в таком режиме они могут воевать. 3,5 года, а если выпускать по 50 ракет в день, а эффект-то будет тот же самый, буквально тревоги, полный паралит жизни на севере и так далее, то соответственно на 7 лет. Это вот как бы большой войны-то мы избежали, да, вроде как благодаря превентивному удару. И вообще нам удалось пока избежать большой войны на севере, но факт остается фактом, что 100 ракет в день мы получаем, и это вроде как не большая война и не эскалация. И не очень понятно, что со всем этим делать. Я вот, например, совершенно не понимаю, какой стратегии придерживается израильское военно-политическое руководство на севере, для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Вот говорили, что 1 сентября дети пойдут в школу на севере, вот уже у нас 5 сентября, и никуда они не пошли, и не факт, что пойдут, я не знаю, хотя бы до Нового года. Так что последим за всей этой историей. Спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Увидимся в ближайшее время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok